привет я журналист алексей мацука это мой блог о том как дела у меня дома на донбассе и я там работал много лет сейчас мы в редакции канала дом внимательно следим как за донбассом так и за временно оккупированным крымом а вот в отдельных районах донецкой области объявили о сложной ситуации число пациентов с коронавирусом и пневмонии растет медики работают по несколько смен подряд некоторые просто не выдерживают увольняются уезжают на украинскую территорию и нагрузка на местную медицину тем временем там не спадает просто скорая дата для связи приехала быстро значит 7 утра мы вызвали 7 3 они приехали через 40 минут экстренная какая-то но в больницах нет мест кислорода нет мы ждали три часа короче я вообще не знаю чем это все закончится и я не знаю давайте создавать какую-то коллективную вызывать телевидение россии да что ж такое в скорых нет кислорода я быстро поехала купила вот что пишут местные паблики и медиа некоторые сообщения анонимны потому что люди опасаются репрессии со стороны вооруженных группировок лднр нас физически не хватает на все вызовы мы не роботы работать по несколько дежурств к ряду это невыносимо это крик души андрея одного из фельдшеров донецкой неотложки по его словам и люди и машины работают на износ а это данные по заболеваемости к видом за последние несколько дней 24 сентября 531 заболевший коронавирусной болезнью скончались 23 человека 27 сентября 557 заболевших и 80 смертей от к вида 28 сентября 749 заболевших и 26 смертей от ковида за сутки 29 сентября более 800 человек заболели коронавирусной болезнью 41 пациент умер самопровозглашенной власти группировка днр ввели дополнительное ограничение на посещение общественных мест теперь в столовых в кафе развлекательных центрах должны быть свободные половина мест иначе заведения запретят работать спортивные соревнования будут проходить без зрителей а мероприятия на свежем воздухе допускаются только если участников до 50 человек кроме того запрещается проведение личных выездных приемов граждан а так называемым госорганам местным администрациям предприятиям и так далее рекомендовали максимально уйти на удаленный режим работы а так называемая полиция днр усилить санитарно-эпидемиологический надзор проще говоря в отдельных районах донецкой области начались активные проверки рейды по местам массового скопления людей в группировке днр уже отчитались меньше чем за неделю выписали более 80 админ протоколов тем кого посчитали нарушителями при этом члены самопровозглашенных властей дав недавно пожаловались что люди продолжают посещать торговый центр ездить на общественном транспорте без масок но пока все что они могут сделать это самопровозглашенная власть так сказать это рейды и наказание кстати так называемая граница между той частью которой они контролируются в донецкой области и в луганской области не закрыто человека пропустят если у него есть прописка удостоверение на постоянное проживание или адресная справка подтверждающая регистрацию в подконтрольных группировки лнр районах еще год назад период жесткого карантина было гораздо сложнее попасть на из донецка в луганской обратно но кто знает может совсем скоро условная граница между ордо так мы называем отдельные районы донецкой области и орло отдельные районы луганской области закроется а города уйдут в жесткий локдаун это в общем то всегда выгодно и пасечнику и пушилину держать ситуацию под контролем и управлять своими вооруженными боевиками которыми кишат сегодня донецк и луганск и контролируют жизни миллионов обычных людей оставшихся на неподконтрольной территории пишите нам мы ни одно письмо не оставим без внимания на этом сегодня все до свидания а а а Продолжение следует...